Продолжаем наш эфир. Это Горсовет. Абакан. Сегодня в Совете депутатов Абакана начали работу профильные комитеты. То есть, депутаты ведут подготовку к главной сессии года. Наверное, так, да, Аберт? Правильно. Главная сессия года. Мы ее так и называем. Да, потому что... Бюджетная. Бюджетная, да. То есть, на самом деле, декабрьская сессия. Может быть, она чуть-чуть даже пораньше. То есть, в первую половину декабря обычно мы привыкли к тому, что это где-то предпоследняя неделя, да? Да, чаще всего так. У нас был опыт, конечно, и в последней неделе, но он оказался не очень оппозитивным. Поэтому предпоследняя неделя чаще всего мы проводим последнюю сессию, на которую принимаем бюджет будущего периода. То есть, у нас сессия назначена на 19 декабря. Сегодня мы как раз об этом и поговорим. То есть, на самом деле, это... Наверное, даже можно было бы обозначить, что это встреча Альберта Юрьевича Тупикина, председателя Совета депутатов города Абакана, седьмого созыва, а можно было бы обозначить, что она такая как бы в какой-то степени итоговая, да, Альберта Юрьевич, мы с вами вот уже, скажем так, после публичных слушаний по бюджету Абакана на 2024 год, накануне бюджетной сессии. То есть, давайте, наверное, об этом поговорим. То есть, насколько... Я так понимаю, что поскольку бюджет, сессия максимально, наверное, разгружена, да? То есть, чтобы... Добрый вечер, Алексей. Добрый вечер, уважаемые баканцы. Действительно, Совет депутатов проводит свою плановую работу. Сессия состоится очередная 19 декабря. Сессию мы действительно называем ее бюджетной. Наверное, одной из самых важных, потому что на сессии принимается главный финансовый документ города будущего периода. Ну, в данном случае это речь идет о решении Совета депутатов о бюджете муниципального образования города Абакан на 2024 год и плановый период 2025-2026 года. Ну, наверное, надо сказать... Да не надо сказать, а обязательно надо сказать, что эта сессия традиционно у нас, кроме того, что оно важно принятие бюджета, там решаются все необходимые насущные вопросы муниципального образования, которые требуют несения изменений в нормативные документы. Ну, вот на сессии 19 декабря у нас будут вноситься, рассматриваться депутатами, точнее, я думаю, утверждаться депутатами изменения в главный еще один городской документ – это устав города Абакана. Сегодня состоялось заседание комитета по социальным вопросам, и вот этот вопрос, в том числе в несении изменения устава города Абакана, он тоже рассматривался. Я думаю, он, кстати, будет рассматриваться на всех комитетах. Я настоял, чтобы каждый комитет рассматривал этот важнейший документ, чтобы все уяснили, все было всем понятно, задать могли вопросы, какие могут появиться. Ну, наверное, и для горожан нужно будет пояснить. Я думаю, что это будет, наверное, правильно. Тем более, мы никогда не выпускаем случай поговорить об этом документе, тем более… Вносится изменение у нас в статью 9 нашего устава города Абакана, там, где перечислены вопросы местного значения. Новое, в соответствии со 131-м законом федеральным, об основах местного самоуправления, вносится новая полномочия как организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью, участие в реализации молодежной политики, разработка и реализация мер по обеспечению и защите прав и законных интересов молодежи, разработка и реализация муниципальных программ по основным направлениям реализации молодежной политики, организация и осуществление мониторинга реализации молодежной политики в городе. Фактически, я воспроизвел дословную установку, то, то, что прописано в федеральном законе 131, оно вносится в наш устав, ранее вопросы молодежной политики были государственным полномочием и правом муниципального образования заниматься этими вопросами. Надо сказать, что город Абакан очень активно этим правом своим пользовался. У нас целая программа существует, да, мы и финансируем ее, потому что мы понимаем, насколько значима работа с молодежью, работа с детьми, с подростками, подрастающим поколением, по этому поводу очень много надо говорить. Но теперь федеральный закон принял, что это полноценная полномочия, никакое это не право органов местного самоуправления. Но, я думаю, в целом депутаты даже с удовлетворением, я думаю, вот этот вот пункт статью 9 нашего устава включит. Кроме того, действующее законодательство тоже претерпело изменения, но это, надо сказать, наверное, новелла. Это и мы также в статью 9 вопроса местного значения вносим дополнение такого содержания осуществления выявления объектов накопления вреда окружающей среде. И организация ликвидации такого вреда применительно к территории, расположенной у границных земельных участков, входящих в собственность муниципального образования города Бакан. Ну, с самого конца начну. Значит, во-первых, накопление, определение накопленного вреда, выявление объектов накопленного вреда окружающей среде. Ну, вот примером можно привести, вот для нас эта работа в муниципалитете новая. Ну, вот примером накопленного вреда, например, может быть земли после гидролизного завода в Усть-Ибаканском районе. А вот. Вот так. Да. Да. Это все серьезно достаточно. Мало того, что серьезно. Это земли в нашем муниципальном образовании на месте, где вот у нас существует нефтебаза. Это вот павших коммунаров и вот эти вот все Гагарина, павших коммунаров, где мы узнаем. То есть, мало того, что это теперь полномочия местного органов местного самоуправления, надо сказать, что это очень трудоемкая задача. Потому, что определить вот эту... Мало того, что выявление объектов накопленного вреда окружающей среды, но его можно заподозрить. Затем необходимо провести экспертизу. Провести экспертизу объемов накопленного вреда. Как с этим бороться? Потому, что именно полномочия, ликвидация такого вреда, оно лежит именно на собственнике земельного участка. Очень важно. На собственнике земельного участка. В черте города у нас находятся как земли, принадлежащие муниципального образования, так и земли, которые принадлежат республике Хакасия. И есть такое понятие земли, на которые собственность не разграничена. То есть, вот такая вот. Но в данном случае применительно вот к этому новому положению на землях, которые не разграничены. То есть, то ли могут быть республиканские, то ли муниципальные, там все-таки ответственность будет Министерство экологии, то есть, республиканской власти, государственной власти. А вот все остальное, это место самоуправления. Но надо сказать, что даже если бы были на территории города, в том числе есть и земли, которые в собственности федеральные, но практически на этих землях накопленного вред не может. То есть, это здание, другими словами, которое принадлежит Российской Федерации. Ну, да. Это здание, на которое вряд ли может быть такое выявлено накопленный вред. Но, по крайней мере, нам нужно будет на выявление это прям какую-то следоправленную специальную работу. В общем, вот это новость, такая новость. Кроме того, совершенствуется антикоррупционное законодательство и в части контроля депутатской деятельности, и в части выборных должностных лиц. Это касается главы города Абакан, это выборное должностное лицо местного самоуправления. Также вносятся изменения. Речь идет в тех случаях, когда данные лица могут освобождаться от ответственности, когда они не в полной мере предоставляют в справке о своих доходах, расходах жены и несовершеннолетних детей, вот сведения. Но это все в законе об антикоррупционной деятельности. Все определено, определены статьи, и фактически мы в своем уставе то же самое воспроизводим именно так, как записано в федеральном законодательстве. Нам тут мы ничего не придумываем, ничего не убираем, вот ничего от нас этого нет. Ну, а дальше уже практически те главные моменты, это о накопленном вреде, в первую очередь, и также, да практически, да, наверное, так. Дальше уже вносятся аналогичные же положения статьи, которые определяют полномочия администрации в области охраны окружающей среды, и полномочия образования, вернее, полномочия администрации в области образования. Ну, вот, собственно говоря, практически это вот весь тот пласт, который депутатам предстоит утвердить проект решения на предстоящей сессии. Но это очень важно. Да, я просто настоял, чтобы депутаты сознательно голосовали, или если какие-то возникнут вопросы, чтобы они могли их задать, соответственно, принять это важное решение, которое тем более обусловлено федеральным законодательством, а для уставов у нас муниципальных образований есть определенные ограничения. С момента внесения изменений в федеральное законодательство, касающихся уставов муниципальных образований, данные изменения должны быть внесены не позднее шести месяцев, с момента издания или выхода опубликования, правильно сказать, федерального закона. Потому, что начинает действовать что федеральный закон, что региональный закон, другой нормативный акт муниципальный, нормативно-правовой, он с момента у нас опубликования это в Конституции записано. Кстати, уважаемые горожане, сегодня 12 декабря, 30 лет Конституции Российской Федерации, я вас всех поздравляю от души с этим праздником. Там наши права, там наше все федеративное устройство, там это наш основной закон, по которому мы с вами живем и будем продолжать жить. Илья Абертович, здесь можно было бы добавить, что городской устав, устав города Бакана иногда называют мини-конституцией. Ну, можно называть как угодно, хотя в той же самой Конституции четко разграничено, что у нас как должно называться. Что касается Конституции, называются у нас регионы, которые имеют статус республики, имеют свои Конституции, все остальные округа, области и так далее, они имеют главный нормативный документ под названием устав. А муниципальное образование в Конституции у нас упоминается, что Конституция признает существование местного самоуправления. Ну, и расписывается, конечно. Но там все равно это уставы. Конституция у нас только на уровне государства и на уровне регионов, имеющих статус республик. Все. И на том вопрос закрыт. Все. Как раз все вопросы о нашей Конституции. Все замечательно. Надо только читать и называть эти вещи своими именами. Абсолютно верно. Вторым вопросом у нас сессии планируемой будет положение комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Дело в том, что работа комиссии по делам несовершеннолетних – это государственная полномочия, переданная в муниципалитет. У нас существует закон Республики Хакасия. И постановлением правительства Республики Хакасия определено, что данные комиссии должны иметь свои положения. В том числе этим постановлением правительства Республики Хакасия утверждено примерное положение. Так вот. Данный у нас проект решения. Он утверждает прилагаемое положение по комиссии о делах несовершеннолетних. У нас докладчик сегодня все это ясно и понятно все разложил. В положении предусмотрены задачи полномочия комиссии, порядок организации работы комиссии, полномочия членов комиссии, основания для их прекращения, порядок оформления принимаемых комиссией решений. Вот, собственно говоря, основное то, что буквально по... Ну, могу добавить, что финансирование деятельности комиссии осуществляется за счет средств республиканского бюджета Республики Хакасия. А также может осуществляться за счет бюджета муниципального образования. Но это право. Сегодня, как Владимир Александрович пояснил этот момент, положение такое у нас есть. Оно было разработано. Единственное, что теперь в соответствии с федеральным законом его утверждать должен совет дебутатного города пока. Это региональный закон, давайте, и разработка постановления проектов Республики Хакасия. Федеральный закон касается о субъектах профилактики детской безнадзорности. Это был еще 1999 год. Там были названы субъекты профилактики, в том числе образованные комиссии по делам несовершеннолетних. Немножко с другим статусом. Они существовали раньше. Но они были немножко по-другому. Организация у нас была. Если вы помните, был партийный комитет, даже городской комитет партии. И был исполком Совета народных депутатов. Например, город Абакана. Но это исполком Совета народных депутатов. Это наш аналог сегодня администрации. То есть, это органы исполнительной власти. А органы представительной власти непосредственно Совет депутатов. Ну, вот как-то так разрулить. Ну, ничего тут такого у нас сложного. Ну, конечно. Нет. Ясное понимание проблемы, собственно говоря. Ну, и дает правильные шаги в ее решении. Если может так. Но вернемся к сессии. У нас следующее установление. Будет вопрос. Установление порогового значения размера дохода, приходящегося на каждого члена семьи. И порогового значения стоимости и имущества, находящегося в собственности членов семьи и подлежащего налогообложению. Надо сказать, несмотря на такое мудреное страшное название, это такое традиционное решение. Факулировку я немножко. Первый раз такое слышу. Пороговое. Вот. Пороговое значение размера дохода, приходящего до каждого члена семьи. Оно и раньше. Мы с вами просто не... Это предельное максимальное значение, после которого, если он выше тех значений, которые устанавливаются нашим решением Совета депутатов любого муниципального образования, семья или человек признается малоимуществом. Все параметры не утверждаются местным самоуправлением. Здесь есть такой параметр, который используется в формуле, которая тоже утверждена. Это параметр минимальный доход, размер дохода на человек. Ну, мы знаем с вами, у нас есть минимальный размер дохода на ребенка, на работающего, на пенсионера. Здесь используется понятие среднего размера дохода. Но, в данном случае, сегодня мы обсуждали этот вопрос. У нас по республике Хакасия, мне бы только это самое не обмануться, 15 559 рублей. Это, извините, прожиточный минимум в среднем на душу населения, которое установлено по республике Хакасия. Ну, и вот второе, то, что в части стоимости имущества, это определяется стоимость имущества, находящегося в собственности семьи и подлежащего налогообложения. Он, этот показатель, рассчитывается. Здесь уже немножко другой документ, более высого уровня. Это постановление правительства Российской Федерации, которым для каждого региона... Да, у нас 85 регионов в Российской Федерации. Ничего страшного, все нормально. Для каждого региона устанавливается стоимость одного квадратного метра. Есть еще установленный норматив, минимальная квадратура на одного человека проживающего. или минимальная квадратура, установленная для семьи двух и более человек. Ну, все это умножается. И дальше вот... И таким образом результатами нашего решения что у нас получается? Что пороговое значение среднемесячного дохода, приходящего на каждого члена семьи, размер 15 559 рублей. А пороговое значение стоимости имущества для одинокого проживающего пенсионера, вирус, извиняюсь, пенсионера человека, граждан, это миллион 624 840 рублей. И для семьи двух и более человек на каждого члена семьи, если в собственности находится имущество, которое превышает 812 420 тысяч рублей. Ну, вот такое вот, да? Он немножко сложноватый для понимания, но когда вот разложишь по полочкам, в общем-то, все ясно. То есть, это те цифры, с которыми будем работать, скажем, в следующем году. Да, абсолютно верно. И у нас с этим работает, сейчас скажу, отдел по учету распределения жилой площади администрации города Абакана, вот они непосредственно и готовят этот проект решения, тоже они. Ну, это у нас Ольга Алексеевна Пинтусова, человек в городе известный. Да. Давно работающий, большой профессионал. Так, следующим у нас, что мы будем рассматривать на сессии, будет положение об управлении коммунального хозяйства и транспорта администрации города Абакана. Ну, здесь уже совсем просто. Мы с вами начали с самого главного документа. Это определение как раз объектов накопления вреда окружающей среды и организации ликвидации всего этого установленного вреда. И как раз положение о УКХТ, управлении коммунального хозяйства и транспорта, соответственно, мы должны внести изменения, чтобы эту полномочия закрепить за ними. Я просто напомню, что для муниципалитета это мало того, что новое. По-видимому, это будет очень трудоемкая и затратная работа. Потому, что готовых специалистов нет. Наверное, там комплексная будет работа. Мало того, что надо будет определить объем, как все это вред, так потом еще надо же все это убрать благополучно. Да, конечно, это работа с Министерством экологии Республики Хакаси без всякого изменения. Так. Ну, что? Нет. Наверное, бюджет на закусочку оставим. Бюджет на закусочку оставим. Самый главный важный документ. Так. У нас будет вопрос об установлении земельного налога на территории города Абакана. Сразу скажу. Никаких там новостей абсолютно нет. Просто ряд предложений существует по установлению земельного налога. Например, то, что у нас сегодня срок уплаты земельного налога для налогоплательщиков и организаций не позднее 1 марта предлагают не позднее 28 февраля. Мы этот вопрос еще на комитетах не рассматривали. Я пока только говорю, о чем речь. А подробные мы уже специалистам при рассмотрении комитетов и все. И уточняющий момент одного, что такое жилищный фонд и объект инженерной структуры, что в него там включается. Это уточняющий. Они, собственно говоря, всего два изменения, которые существенно, да, земельный налог, но это опять-таки для организации не 1 марта, а 28 февраля. С чем это связано, пока не могу ответить никому. На этот вопрос хотя и в пояснительной записке, наверное, может быть, есть. Пока тайну раскрывать не буду. Тем более нам надо будет что-то новости расскажите. Да, да, да. Так. Ну, традиционно последняя сессия проходит корректировка действующего существующего бюджета. Вкратце могу сказать, что в результате уже практически итогов, которые мы получаем, их доходов, расходов, доходы города Абакана в целом, они у нас несколько увеличатся. Нет. Они уточняются. Они несколько будут у нас снижены. Потому, что несмотря у нас часть налогов мы собрали хорошо, часть налогов не добрали. Порядка собственные у нас доходы в части налоговой у нас, да и не только налоговые. В том числе и от использования имущества где-то увеличились, где-то уменьшились. Но вот общая итоговая доходность от собственных доходов у нас получается меньше на 3 миллиона. 3,1 миллион. Мы не добрали собственных доходов. Ну, вот то, что есть, то есть. Ну, наверное, цифра пусть. Конечно, жалко. 3 миллиона. Все это плохо. Есть какие-то объективные причины. Но стоит напомнить, что у нас с вами вообще собственных доходов 3,8 миллиарда. Из них 3 миллиона мы не добрали, к сожалению. Но при этом бюджет города Абакана, вот как может быть компенсирующий. Но за счет дополнительных субвенций, за счет бюджета республики Хакаси на 4 миллиона доходная часть у нас повысится. В городе Абакане. Ну, и, конечно, всегда перераспределяется уже так, что более точно к концу года у нас что-то смогли сделать, что по каким-то главным распределителям кредитов что-то меняется, что-то увеличивается, где-то на что-то наоборот уменьшается. Ну, вот таким вот образом мы еще, напомню, у нас прошли только первый комитет. Завтра у нас состоится комитет по экономической политике, где будут бюджетные вопросы, все однозначно рассматриваются, кроме устава. И уже в четверг у нас по плану пройдет комитет бюджетный. Ну, это уже профильный комитет. Там уже все будут детально. Получается, что принимая бюджет, скажем так, рассматривая бюджет на 2024 год, мы еще работаем с бюджетом 2023. Не, ну, конечно, конечно. Рано ставить точку в рабочий с документами. И точку рано ставить. И не исключено, что, может быть, какая-то поправка придет к сессии. А ведь, может быть, эта поправка придет во время рассмотрения на комитетах. Тут загадывать все сложно. Бюджетные вопросы у нас. Мы же работаем с бюджетом с колес. Вот никогда невозможно... Я вот сколько, извините, работаю. Каждая сессия... Там изменения в бюджет. Вот каждая сессия... Вот редко. Если на какой-то сессии нет бюджетного вопроса, прямо что-то не хватает уже, честное слово. Да. Вот как-то вот... Да. Ну, всегда муниципальные бюджеты были дефицитные. И республиканский наш тоже был дефицитный. Но если в республике не на каждой сессии вопросы бюджета, то нам приходится очень оперативно с этим работать. Наверное, просто вопросы помельче решаться приходят. Все равно. Я шучу, конечно. Все это важно. Мы же видим это, на самом деле. Еще одним из вопросов у нас планируется рассмотреть изменение положения о звании почетный гражданин города Абакана и порядке его присвоения. Ну, здесь несколько. Несколько причин, чтобы вносить изменения в этот документ. Ну, во-первых, опыт работы. То, что вот как это у нас положение работает, просто появилась необходимость внести ряд уточняющих моментов. Потому, что у нас было так записано, что ходатайство вместе с биографическими данными. Я говорю как пример. А теперь в этом документе четко расписано. Там отдельно ходатайство, заслуги, биографические данные, копии награждения, характеристика. То есть, чтобы как-то было более-менее для подающих это свои предложения, как-то было все ясно и понятно. То есть, документ заглавили, соответствует, соответствует. Это уже понятнее и яснее всем. Ряд таких, наверное, моментов, куда эти документы представлять. Представляют у нас вот эти документы на награждение ходатайство, награждение звания почетных гражданин города Абакана в комиссию по присвоению. Именно в комиссию, да. Но документы принимает Совет депутатов, организационный отдел. Ну, потому, что в самой комиссии мы ее сформировали, мы сделали. Потом есть еще такой момент. Жизнь не стоит на месте. И прежний состав комиссии, и депутаты новые появились, которые тоже изъявили желание работать в комиссии. И прежние члены комиссии уже по разным причинам не могут осуществлять эту деятельность. Кроме того, мы же тоже сами не стоим на месте. Мы же привлекаемые... Мы там представители... Да, потому, что вот в части вот у нас ушла директор библиотечной системы, Абаканской библиотечной системы Мальцева. Ну, вот, знаете, такой кладезь знаний, который вот так вот оперативно... Ну, прямо большая ей благодарность за работу в комиссии. И вот мы должны, вот, к сожалению, вернее, внести тоже изменения в состав нашей такой важной комиссии. Ну, на самом деле, представительное посмотрел. То есть, уважаемые люди... Ну, мы же, знаете, мы же тоже стараемся, чтобы у нас действительно это была комиссия по такому самому высокому званию, муниципальному образованию, могли принимать. Но даже эта комиссия у нас же носит рекомендательный характер. Все-таки основное принимает совет депутатов решения. И по разным причинам, может быть, и даже рекомендации комиссии могут быть и не одобрены, или не поддержаны советом. Ну, я считаю, что все-таки вот такая вот очень важная комиссия такая, которая это как фильтр достойных людей о достойных людях. Наверное, так, да? Ну, да. Авторитетное мнение такое. Авторитетное мнение. Насколько я понимаю, этот вопрос в дальнейшем после комиссии рассматривает комитет по социальным вопросам? Ну, да. У нас именно комитет по социальным вопросам, он в них написан. Но при этом любой председатель комитета, получая повестку и смотря, он может в повестку своего комитета взять любой вопрос, даже не профи. А вот так? Даже так, да. И если у нас же, если больше половины депутатов, членов комитета, председатель совета, что мы желаем на своем комитете рассмотреть вот этот вопрос, хоть он и не является профильным, то мы, конечно, включим в эту повестку. Потому, что формирует председатель совета депутатов, да, он формирует повестку в том числе и повестку сессий в первую очередь. Но и чисто технический момент – это повестка заседания комитетов. Но у нас никогда такого не было. И чаще всего, если депутаты, члены комитета обращаются к своему председателю, что вот необходимо нам бы или мне бы хотелось, и у меня есть что сказать. Поэтому давайте мы включим его в свой. Никогда проблем не возникает. Вы смотрите любого комитета. Да, тут небольшой еще у нас и денежный вопрос, я думаю, тоже, наверное, неинтересно. Значит, у нас в соответствии с положением почетный гражданин города Абакана ежегодно имеет право, а муниципалитет имеет обязанность выплатить почетному гражданину перед днем города Абакана премию, он так и называется, в размере 100 тысяч 65 тысяч рублей. Но надо сказать, что последние 65 тысяч рублей, они были, по-моему, с 2012 года. И вот оно никак не менялось. И вот данным проектом решения мы предлагаем, чтобы эту сумму все-таки увеличить. Ну, чтобы она была более значима для таких важных людей, более солидная. Ну, в общем, и по этому поводу разные мнения были, но насколько мы это сможем... Ну, вообще, история этого вопроса первоначально... Документ же у нас с 2005 года, да? Первоначально вот эта премия, когда закладывался само решение, оно определялось в минимальных размерах оплаты труда. И я вот когда с вопросом столкнулся, там было 25 минимальных размеров оплаты труда. Это вот премия была такая, да-да-да. А потом это все стало в рублях. На тот момент и граждан почетных у нас было больше. Буквально в 2008 году стало в документах 60 тысяч рублей. И вот последние в 2012 году 65 тысяч рублей. Но сегодня порог уже скоро 24-й год. Вот день города 24-й год. Ну, я надеюсь, что у нас удастся вот такую... Ну, это все-таки почетные гражданиныши. Да. Я вот, ну, по крайней мере, комитет по социальным вопросам поддержал это решение. Да. Ну, и у нас традиционно опять мы коснемся работы комиссии при сверении звания почетных гражданин города Абакана. Кстати, у нас комиссия, ведь она такая многогранная комиссия. Мало того, что она вот непосредственно участвует в работе определения кандидатур лесоискателей почетного звания почетных гражданин города Абакана, самого высокого звания. Она также участвует в рассмотрении ходатайств об установлении мемориальной доски. А в 2020 году мы еще Советом депутатов приняли решение об установлении наград и перечень муниципальных наград. И в том числе там была премия имени Николая Геннадьевича Булакина. Муниципальная премия имени Николая Геннадьевича Булакина. И комиссия по рассмотрению звания почетных гражданин города Абакана, она тоже нашим решением включена в рассмотрение кандидатов на соискание этой премии. Но это все как раз тоже вносится в положение в этой комиссии. Кроме как меняется у нас состав, не скоротируется. Поэтому мы вот... Этот документ просто уже назрела необходимостью. Такая наградная комиссия, наверное, да? Ну, наверное, да. Но то, что касается решения наградная... Вы знаете, я бы не сказал, что наградная. Наверное, все-таки эта комиссия своеобразный такой муниципальный общественный фильтр соискателей. Наверное, правильнее название так ее сказать. Потому, что вот по моему опыту ведь у нас решения комиссии были и отклонения ходатайств отдельных кандидатур. И на звание почетных гражданин города Абакана. Вот. Ну, ведь у нас определенные... Единственное, что... Поправьте, если я ошибаюсь. У нас сейчас по статусу высшая награда – это премия имени Николая Геннадьевича Булагина. Нет. Высшая награда у нас является звание почетных гражданин города Абакана. Если в денежном выражении, то у нас 200 тысяч – это премия имени Николая Геннадьевича Булагина, премия города Абакана имени Николая Геннадьевича Булагина. Она дается за вклад, за последние три года представляют кандидаты свои достижения, ну, и, соответственно, комиссия определяет бальная система, и каждый член комиссии участвующий, он, соответственно, ставит там до пяти баллов. Но это личное мнение, вот как соискатель, насколько по его мнению, вот, достоин на этой премии. То есть, до пяти баллов, если вам, ну, каждый, вот, пять соискателей, каждому, вот, единственное, что там же у нас по этой премии предусмотрено и такой вариант в работе комиссии, если по результатам, вот, подсчета общих баллов и будет общее количество баллов за одного соискателя меньше 70% от числа присутствующих и, возможно, максимального числа баллов, то комиссия принимает решение, что в данном случае не назначать эту премию. Ну, так правильно. Да вот даже так. Такие нюансы даже. Ну, есть такие нюансы, действительно. Поэтому я считаю, я почему назвал, что это своеобразный муниципальный общественный фильтр из уважаемых людей, которые себя проявили именно в анестезии местного самоуправления в разных областях. Там и здравоохранение, и образование, и коммунальное хозяйство, и строительство, и бизнесмены в том числе. Да. Предпринимательство, правильно сказать. Тут просто я порекомендую такой момент интересный. Дело в том, что вот те документы, о которых говорит Альберт Юрьевич, если вам интересно, вы всегда можете посмотреть на сайте Совета депутатов города Абакан. Теперь там прям удобно все, как говорится. Алексей, можно ли я уточню? Да. Это официальный сайт администрации города Абакана. Там есть страничка Совета депутатов города Абакана. Прямо все это видно. Но вот именно документы, касающиеся почетных граждан, документы, они находятся у нас в разделе для гаража. Там их перечень достаточно большой. Но если по этому нашему сайту побродить, можно для себя открыть много чего интересного. Я уверен. Потому, что я сам это делаю регулярно. И это для себя открываю. И это для себя открываю. Такая энциклопедия горожанин. Энциклопедия горожанин. Абсолютно согласен. Я имею в виду, что проекты решений, о которых мы сейчас говорим, сотрудники орготдела выкладывают оперативно. Это наше обязанное органов местного самоуправления. Мы об этом сказали. Мы не стали перечислять список состав этой комиссии, которую предполагается утверждить. Просто посмотрите сами. Будет интересно на самом деле. Да. Все-таки я закончу об установлении мемориальной доски. Потому, что нельзя сказать. То есть, было предложено редакции газеты ЧИ, и они являлись ходатаями, установить мемориальную доску первому хакасскому профессиональному журналисту, заслуженному работнику культуры Российской Федерации, члену Союза журналистов, Доброву Семену Константиновичу. Адрес не буду говорить. Многие наши, думаю, телезрители и сами догадаются. Да. Могу только добавить, что он является кавалером ордена дружбы народов. Ой, мне что бы не это самое. Ой-ой-ой. Кавалером двух орденов награжденного. То есть, это достойный человек. Ну, и первый журналист, профессиональный журналист в республике Хакасия. Ну, по-моему, вполне достойный. Надо сказать, что опять мы возвращаемся к комиссии по присвоению звания. Комиссия рассмотрела ходатайство. Все документы приложены. И она рекомендовала Совету депутатов принять решение, чтобы эту мемориальную доску установить на здании. Понятно. То есть, на самом деле, да. А иного не ожидал. Даже просто зная это имя на слуху. То есть, оно действительно был достойный человек. Много с ним связано. С Тавих Хакасии. Так что здесь вот даже, наверное... Ну, это замечательно. Ну, это коллега ваш непосредственно. Но, по крайней мере, для многих депутатов при рассмотрении... Вот сегодня рассматриваю этот вопрос. А, знаете, вот имя Доброва-то как раз уже открытие. Прошло достаточно много. Значит, надо как-то в одной из программ немножко поподробнее из биографии пройтись. Что-то, да, не исключено. Да. У нас с вами времечко ведь осталось. Мы можем перейти. У нас как раз. Мы вот к самому вкусному... Хорошо-хорошо идем, да? Хорошо-хорошо. Ну, что ж. Если хорошо-хорошо. Давайте. Я специально взял, чтобы ничего не выдумывать, результаты публичных слушаний. И я думаю, что если мы с вами вот так вот пойдем по ним... В том порядке, в котором нам бюджетно-финансовое управление администрация пока не рассказывала. Юрий Николаевич, мне кажется, вообще начальник бюджетно-финансового управления в этом году как никогда. Все по полочкам. Все так ясно и понятно. По-моему, это прямо было... По моим заметкам, весь доклад где-то 13-14 минут за ним. Ну, я столько много, наверное, говорить не буду, да? Мы уже с вами ведь говорили о том, что у нас 14 ноября и внесли проект бюджета в Совет депутатов. Уже единственное, что, наверное, можно сказать, что в этом году по результатам работы с бюджетом ни один комитет ни замечаний, ни предложений, ни тем более поправок у себя не принял. Поэтому мы вот не смогли реализовать, если так это само на нас можно косо посмотреть, не смогли реализовать свое право проведения согласительной комиссии по нашим предложениям, замечаниям или поправкам. Предельный дефицит бюджета. Все все понимают. Тем более, надо сказать, что в этом году мы с депутатами, но это, наверное, мой опыт предыдущий, да? Мы смогли, администрация города и бюджетно-финансовый блок пошли на встречу с депутатами, провели вот первоначально, ну, можно сказать, ликбез или обучение. Что такое бюджетный процесс? Что такое бюджет? Как он формируется? Что из него, что мы видим? Это очень полезно, на самом деле. Я тоже думаю, что, надеюсь, что это очень полезно. Не знаю, правда, повлияло ли это на результаты решения комитета при рассмотрении предварительного проекта бюджета, но вот факт остается фактом. Ну, да ладно. Опущу принципы формирования проекта бюджета, просто могу сказать, что он формируется на основе всех нормативно-правых документов, начиная от послания президента. Да. На будущий период какие задачи стоят, что он нужно сделать. Доходы бюджета муниципального образования. Ну, у нас проект бюджета ведь на три года делается, да, на 24-й год и плановый период 25-26-го годов. Вот на доходы бюджета, которые нам предлагают утвердить, вот в целом, в общем, сумма 8 миллиардов 705 миллионов рублей. Причем эти доходы бюджета, они же делятся как собственные доходы, так и переданные бюджетные средства на исполнение государственных полномочий, либо субсидий и субвенции. Так вот, собственные доходы у нас не очень отличаются от доходов нынешнего года и собственные доходы в проекте бюджета 24-го года, это 3 миллиарда 685. Они, в свою очередь, делятся как налоговые, так и неналоговые. Ну, чтобы совсем уж все это распилить, у нас налоговые наши собственные доходы это 2,5 миллиарда и миллиард 100, это вот доходы от других видов деятельности. Ну, если уж быть совсем, то, что касается от налоговых доходов. Первое, НДФЛ, планируем получить 1 миллион 334. Установленный норматив от налога на УСН у нас налогооблагаемая база предпринимательства. У нас... Упрощенка, да? Упрощенка, действительно. Упрощенка. Система налогооблагаемых обложений. Упрощенка, действительно. Планируется, что этот установлен норматив, а он законам республики для муниципалитета всех установлен 30%, планируем получить 459 миллионов рублей. Земельный налог у нас 396, налог на имущество 273, но это на имущество физических лиц. Налог на имущество организации – это налог нашего республиканского бюджета. Ну, и прочие налоговые поступления – это 128. Это те налоги, которые много-много-много-много, понемногу-понемногу, но так как-то все набивается. Надо сказать, что все эти налоги не мы сами планируем. В соответствии с бюджетным кодексом все эти налоговые база налогов, она предоставляется в первую очередь налоговыми органами. То есть, они считают, они прогнозируют, они это выдают для муниципалитетов, чтобы муниципалитеты включили в свою доходную базу. Но, к сожалению, не всегда нам удается вот эти планы каким-то волшебным образом реализовать. Даже, наверное, неправильно выразился. Как мы можем повлиять на плательщиков налогов? Скажите. Если вот они не платят в течение ряда лет и включили, но они не могут заплатить по причине. Они могут банкротиться, там еще какая-то... Ну, в конечном итоге может вообще печальное событие наступить, да, там, ну, чего-то там, да. Вот. Поэтому здесь вот сложно, сложно. Земельный налог тоже, надо сказать, но можно просто его не платить. Да, конечно, все эти будут процедуры. Задолженность может кто-то заплатить. В общем, вот как-то вот здесь вот так. Да, такая ситуация. Не факт, да. Не факт. Мы вот, к сожалению, да. Задолженность закрыли, у нас сразу резкий стачок по... Неналоговые доходы здесь вот наши финансовые органы именно муниципальные. Здесь имеют больше свободы по прогнозированию. Ну, а мы с вами уже говорили о том, что в состав документов, предлагаемых проекту бюджет на будущий год, там и социально-экономическое развитие будущего периода, и прогнозные все моменты, и по факту, что... Ну, в общем, там еще, по-моему, больше двух десятков документов и отдельной информации, которые прилагаются. Ну, все это бюджетным кодексом. А оговаривается, все это рассматривается. Так вот, неналоговые доходы, но в первую очередь, я напомню, что это у нас чуть больше миллиард ста, если быть точным, миллиард ста две. Это прогнозная цифра. Я надеюсь, что в этом году у нас мы должны будут выполнить. Но окончательный результат мы увидим только к маю месяцу. Вот когда все сведется, это я уже говорю про совет депутатов и наших горожан, которые вот увидят отчет об исполнении бюджета в мае месяце. Но по факту это будет немножко позже, потому что мы пока в мае не планируем, так складываются выходные и праздничные дни, мы практически нормальной работы не для администрации, которая будет нам готовить часть документов, не собственных, мы как-то не сможем сделать. Ну, так, значит, основное главное, это от использования имущества. От продажи имущества 218 миллионов планируется. Платные услуги у нас с каждым годом все меньше и меньше, но эта цифра, я вот считаю, абсолютно реально всего 67 миллионов на это доходы. Бюджета, но практически все они идут на покрытие собственных доходов тех, кто зарабатывает эти платные услуги. Ну, и проще, совсем 14 миллионов, я даже не буду на них останавливаться, потому что, если честно, я вообще не знаю, откуда они берутся. Конечно, можно прочитать и отвечу на этот вопрос, но слишком сумма незначительная, да? Так, безвозмездные поступления, мы с вами уже видели, из 8 с лишним миллиардов, это прогнозируется, это 5 миллиардов рублей. Причем субсидии, это миллиард 495, субсидии, это у нас субсидии на реализацию национальных проектов, на реализацию региональных проектов, но здесь главное у нас национальные проекты, это по проекту образования строим новую школу, комфортная городская среда и так далее, безопасно-качественные дороги, вот, кстати, безопасно-качественные дороги, что-то очень грустно пока у нас, я имею в виду федеральные, ну, региональный проект, это строительство дорог и еще часть, это безопасные дороги, да, вот, именно движение. В качестве дороги формирования современной городской среды. Есть, да, абсолютно верно, а кроме того у нас, да, и второе, это субвенции, субвенции это на финансирование передаваемых полномочий, ну, к этому относится образование, то есть, обязанность региональных бюджетов оплачивать заработную плату педагогического персонала среднего образования, да, и дошкольного образования. Ну, на общеобразовательные они у нас... Общеобразовательные, абсолютно верно, спасибо, что Алексей поправил, да, чтобы мы правильно все тоже говорили. Сюда же относятся переданные полномочия по охране труда, да, сюда же относятся переданные полномочия по предупреждению болезни животных, переданные полномочия по животным без хозяев и вот так далее, так далее, так далее, так далее. Абсолютно верно, да, ну, и вот сравните, почти полтора миллиона это субсидии, и три или четыре миллиона, миллиарда, извиняюсь, миллиарда, да, да, да. Это вот как раз на исполнение переданных полномочий. Ну, здесь вообще-то есть такая хорошая табличка, которая сегодня прозвучала, вот на что это субсидии, создание мест в общеобразовательных организациях, 730 миллионов только запланировано с переданных полномочий на строительство школ, строительство новой школы, Что в Арбате, да? Да, и даже на оснащение оборудованием, средствами для обучения информационных систем в общеобразовательных а в организациях, тут тоже копеечка 174. Из крупных, наверное, стоит сказать, организация бесплатного горячего питания в школах 167 миллионов, ну, это мы с вами благодарны вообще. Я считаю, что все жители и все, особенно родители первых классов, ну, прямо все это замечают. 167 миллионов обходится. Создание комфортной городской среды, это в малых городах победитель союзного конкурса, это наш парк победы, это вот то самое мероприятие, там больше 106 миллионов. Ну, а дальше уже такие не очень большие суммы. Кстати, формирование программ комфортной городской среды нам передается 55 миллионов всего. Надо сказать, что эта сумма была и в прошлом году, в прошлом году уже немножко больше, и в позапрошлом году все то же самое, а количество этих самых... Объектов растет. Да, 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 пожалуй, пожалуйста. И мы сейчас уже вынуждены, уже третий год подряд, дополнительные муниципальные изыскивать возможности, чтобы вкладывать, чтобы нам вот все эти параметры выполнить, потому что Минстрой России, он установил такие требования, если вы этого не будете выполнять, то денег вы даже этих лишитесь. Но этого никто себе позволить не может. Ну, да. Мы же сами живем в этом городе, не только приходится. Учитывая тоже фонтан на театральной площади, он же тоже такой солидный, затратный такой объект, а дело делать надо? Ну, все, абсолютно верно, надо. А субвенция, но это самое главное, это реализация образовательной программы, с вами говорит, зарплата учителей и педагогов. Но здесь же также относится и социальная поддержка опекунов, обеспечение жилыми помещениями детей, сирот. Надо сказать, что эта сумма увеличивается, но и стоимость-то ведь объекта увеличивается, квартиры. Когда-то мы их брали, ну, еще лет 5, наверное, назад, миллион квартир, стоимость за миллион, сейчас 3 миллиона, все, в три раза повысилось. Так что того, что больше денег, не факт, что эффективнее. Ну, компенсатор родительской платы, вот на что идут. В целом, вот эти вот деньги как раз, ну, и просто повторюсь, субвенции 3 миллиарда 400. По расходам бюджета. Расходы у нас планируются представленные утвердить в размере 9 миллиардов. 73 миллиона на 2024 год. Впервые за 9 миллиардов перешегнули. Да, вы знаете, да. Причем программные расходы у нас будут составлять 95% всей их суммы расходов. А если быть в цифрах, это на программы у нас будет предлагается на 8 миллиардов 661 миллион рублей. Ну, направление у нас, тут количество программ есть, скажу в целом. Программные расходы 8,6 миллиарда, да. Но предлагается у нас утвердить 15 программ финансирования. Паспорта всех их представлены в проект бюджета. Решения бюджета, они все существуют. Новая программа. Развитие системы транспортной безопасности в городе Абакане. Новая. Новая программа, да. Правда, еще будут вопросы, конечно, на комитете бюджетном. Я уверен, что будет. Но вот надо горожан познакомить с тем, что у нас есть. Да, да, да. Но надо сказать, что расходы по функционалу, наверное, тоже интересны горожан. На образование у нас идет 62% всех расходов. 14% национальная экономика, ЖКХ 8%, общегосударственные вопросы 4%, культура 3%, физкультура, физическая культура. 3% дохода в бюджет, социальная политика 2%. В целом социальная сфера, образование, культура, физкультура, физическая культура, спорт, социальная политика в бюджете 24-го года составляет 6 миллиардов 451 миллион. Это больше 70% и однозначно наш бюджет социальной направленности. А именно вот этот критерий является для оценки бюджета, какой он направленности. Социальной либо другой. Производственная сфера. Было такое определение раньше, бюджет развития, оно сейчас не употребляется, да? Вы знаете, мы у себя всегда рассматриваем программу развития. В бюджет развития это входит и капитальный ремонт, и строительство, ну, и объектов, и дорожных. Но у нас есть инвестиционная программа. Сейчас мы ее так. Она вот отдельно здесь нет, потому что она буквально расписана вот по всем всем программам. Например, программа ЖКХ. В нее в том числе и входят все ремонты всех дорог. Ремонты, да? А куда без ремонта? Потом установление светофорных объектов, да? Потом раскраска всего этого. Это и содержание, а вот то, что новое, новые светофорные объекты чаще всего, да? Ну, это как вот такой маленький пример, допустим. Потому что основные капитальные затраты у нас департамент ведет. На их плечах строительство новых объектов. Будь то дорожного строительства, будь то социальных объектов, будь то чего-то еще от какого-то. Так, я понял. Я уже... Расходы на образование у нас составляют самую большую весомую часть. Это 5 миллиардов рублей. 5,6 миллиардов рублей. Дошкольные 2, общие 2,9. Дополнительные 351 миллион. Ну, и еще и прочее у нас такое. Самое, если перечислять уже не буду. Больше 250 миллионов. На транспорт 186 миллионов затрачено. Сельское хозяйство. Как бы это ни смешно звучало, но тем не менее в расходах бюджета, да. У нас и сельское хозяйство, это передные полномочия. Это превозвращение болезней животных. Есть. Такое полномочие на это тоже. Финансированные затраты есть. И также обращение с нашими животными безнадзорными. Это тоже передные государства. Но это относится вот к этому. Дорожное хозяйство весомое 896 миллионов. Расходы на ЖКХ запланированы в 2024 году 691. И благоустройство, и коммунальное хозяйство. Это вот все. И транспортные расходы в том числе. На культуру. Мы уже говорили. 293. Я уже называл физическую культуру. Там 3%. Это составляет порядка 296. Социальная политика 205. Самый весомый главный распределитель бюджетных средств это у нас управление образования. На него, да. На него выходит 4 миллиарда 760 миллионов. По второму, по значению, по величине денег, которыми необходимо будет грамотно распределиться все это. Миллиард 700 это департамент. Ну, и больше миллиона в целом на УКХТ. Управление культурой молодежи и спорта. Ну, это совмещен наш культурой и спорта. Да, 844. Вот как-то вот такие вот цифры. Это все то, что сегодня у нас прозвучало. Ну, и, наверное, последнее. Мы должны блюсти бюджетный кодекс. Мы законно послушаем. В том числе и наш экономический, финансово-экономический блок. Мы с вами говорили собственные доходы. Они составляли 3,6 миллиарда. Так вот, дефицит бюджета не превышает 10% собственных доходов. 368 миллионов. Все. Тут вы считываете. Альберт Ильич всегда подмечает. Тоже уже так. Нам же в этом очень помогает наша контрольная счетная и органа. Но это они профессионалы. Они смотрят те документы, которые готовят администрации на финансово-экономический блок. И они нам выдаются информацию, что они там видят. Профессионалы проверяют профессионалы. Это органы внешнего контроля финансового. Альберт Ильич, времени совсем мало остается. Как вы оцениваете бюджет? Сложный? Трудный? Вы знаете, с ним всегда приходится работать. И я не думаю, что будущий год будет легче. Если мы взяли, тем более администрация планирует взять на себя дополнительные обязательства по возобновлению строительства нашего дворца, не дворец борьбы, дом борьбы. Центр единоборств. Центр единоборств. Это будет несложно. Но это уже назрело. Там уже невозможно в консервированном виде начало строительства уже держать. Его надо продолжать. Все сложно, все непросто. Но дорогу преодолеет идущий. Нельзя останавливаться. Надо идти только вперед. Все.